Очередные дотации тепловикам из городского бюджета или срыв начала отопительного сезона. Такой выбор вновь стал на повестке дня муниципального собрания. Коммунальное предприятие теплоснажения города Одессы запрашивало 360 миллионов гривен. Однако таких денег в бюджете не оказалось. И тепловикам пришлось довольствоваться суммой в 240 миллионов гривен. Общий объем финансирования, который необходимо найти городу, чтобы благополучно пережить отопительный сезон около 1 миллиарда гривен по предварительным подсчетам. Кроме того, ТГО не получает от государства гарантированных законом компенсаций между себестоимостью тепла и тарифом для потребителей. Долг составляет 770 миллионов гривен. Также сегодня Горсовет согласовал подписание договора на три года между КПТГО и ООН «Афтогазтрейдинг» на поставку природного газа. Депутаты назвали документ абсолютно кабальным, но вариантов отказаться от него не было, так как вскоре старт отопительного сезона. Первый сложный момент – ТГО обязана авансировать на «Афтогазу» часть закупленной цены. Второй – привязка цены к газу к европейскому хабу, что может существенно повлиять на тариф. На жаль, это выбор без выбора. И если мы планируем дать опаление в наши школы, детские садки, лекарни, то мы должны подписывать угоду. Мы направили на адресу заказным листом НАК «Афтогазу» наш протокол розбіжностей щодо внесения и наполягали на внесенні змін до цієї угоди. На жаль, НАК «Афтогаз» не принимает никакие зміни и посылается на те, що ця угода затверджена його наглядовою радою і зміни до неї не приймаються. Депутаты приняли решение согласовать заключение крайне невыгодного для Одессы договора, а затем продолжить консультацию на уровне Кабмина. Если і вони не помогуть, то Гурсовет буде судиться с «Афтогазом». Отмечу, що подобные типовые договора с НАК «Афтогаз» были разосланы і в другие города, що вызвало такую же реакцію у всіх. Дякую за перегляд!